Привет дорогие друзья, это CSBR TV и мы находимся в логове Краба и сегодня в гостях у нас прекрасная группа Киевский Нжар. Парни, привет! Представляйтесь для наших гостей, не все вас еще знают. Как вас зовут? Ну, меня зовут Афелион и я зовут Андрей. Так, здесь есть явные вопросы. Почему Андрей? Почему Афелион? Что это такое? Что это значит? И полное имя, по-моему, Афелион Кальдера, правильно? Да. Это зачем такое? Ну, потому что, если бы я использовал свою настоящую имя и фамилию, то это был бы уже зашквар. Ты просто его придумал или что это такое? Изначально это был выдуманный персонаж наш с Андреем, от лица которого мы писали всякие там концерты, анонсы из его уст, там шла истина, в последней станции он там общался с Джимми Хендриксом. Ну, короче, это была мистификация, которая была призвана. Какие-то факты истории исказить, чтобы, так сказать, создать вокруг концерта определенные интересы. Вы с Андреем знакомы уже, я так понимаю, давно? Недостаточно. И собрали группу вдвоем? Собрали или что-то была отдельная идея? Основные дела начались, когда пришел Андрей. Пришел Андрей, да. Мы тут же записали первый EP в гараже. Это было зимой 2011 года, по-моему, в январе. Вопрос по поводу текстов. Огромное количество наших местных групп пишут тексты на английском языке, и, на мой взгляд, это просто такое заполнение тишины, чтобы лишь бы что-то звучало там изо рта вокалиста. В вашем случае, что первично, текст или музыка? Первично, конечно, музыка, а текст уже сочиняется под музыку, на ритм музыки, на ритм, который я уже придумал, так сказать, на птичьем языке, когда просто какие-то слова выкрикиваются поверх песни. Но с текстами отдельная тема, даже несмотря на то, что, может быть, они могут казаться кому-то примитивными и тупыми, но на сочинение текстов у меня уходит основное количество времени. То есть пока текста нету, ты просто что-то там орешь в микрофон, да? Да, да. Что-то там не светлый, да? Ну, ваши тексты, я точно могу сказать, уже стали легендарными. Ну, на ССБ Арбате так точно. ТОП-3 группы помимо себя. Или, скажем так, что в плеере последнее слушали у себя? У меня нет плеера. Что в плеере Афелиона ты слушаешь? Наши наушники так устроены, что мы можем пользоваться им одновременно. Ну, в принципе, основное влияние оказывает сейчас группа Melvins. А слушаем мы, в принципе, очень разную музыку. А начиная там от Шудейза, Дримпопа там и заканчивая Сладжем. Ну да. Вот. Я очень много слушаю манчестерские группы. Типа Happy Mondays и Stone Roses. Андрей, планы ближайшие. Скажем так, что ждать от группы PISKINJAR в 2016 году? Ну, я думаю, новый альбом и лучший альбом из всех, что у нас. Новый лучший альбом. Да, новый лучший альбом, конечно, у нас просто не было других. Еще у нас есть замечательная новая рубрика «Вопросы от фанатов». Замечательный человек по имени Артур Планетхантер, вокалист группы CSBR Experience, очень сильно хочет знать, если вы можете прожить на 150 рублей, что вы сделаете, если у вас будет миллион? Ну, я ничего не сделаю, потому что я просто барабанщик и миллион долларов будет у Санька. Что я сделаю? Куплю на YouTube аудиторию, рекламу на всех популярных каналах. Купишь мне поесть. На миллион долларов. А потом сделаю такое шоу, где будут всякие неизвестные группы выступать. Голос, программа «Голоса» Филеон Натхальделе. Не, я буду просто ведущим. Пиво так ваше слегка, не хватает для вина. Я вебал тыкат, в руку ближе с бэтом, не собрал. Подносит меня с эмбой. Замечательный кага. Я в две рубли. 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 Пожалуйста, покажи самые лучшие вокальные упражнения для наших вокалистов CSBR Label. Как ты распеваешься перед концертами? Ну, в том-то и дело, что никак. Я просто пью пиво, а потом выхожу и начинаю. Самая высокая рука, которую ты можешь спеть. В песне Трахмашина. Спой, пожалуйста. А теперь самую низкую ноту. Самую низкую? Нет. Это мне пердеть придется. А лучше не стоит самый. Друзья, под феноменальный пердеть группы Кискин Жар. Мы прощаемся с вами. С вами была группа Кискин Жар в лице Афелиона Кальдеры и замечательного Андрея. Я, Грузовик. Всем пока! До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok